Это видео выходит 1 января. Не сомневаюсь, что у каждого из вас сейчас в холодильнике еды хватит еще на несколько дней вперед. Также вангую, что буквально через несколько дней вы уже не сможете смотреть ни на оливье, ни на винегрет, а от одного названия селедка под шубой ваш желудок будет поуркивать. Поэтому, дабы избавиться от однообразной еды, предлагаю быстренько разучить рецепт простого и быстрого салата из американской классики – картофельный салат. Всем хаюшки, Федоров здесь, и сегодня мы с вами готовим картофельный салат. Если вы помните, у меня уже было два рецепта классических американских салатов. Салат с тунцом и куриный салат. Картофельный салат – он из той же оперы. Суть всех этих трех салатов заключается, во-первых, в их простоте, а также в их интересной заправке. В итоге получаем быстро, вкусно, просто, можно хранить в холодильнике и даже разогревать не надо перед подачей. Ну что вам еще нужно в новогодние праздники? Наступил 2021 год, но правила игры остались неизменными. Если вам заходит мой контент и нравятся мои ролики, не стесняйтесь, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и оставьте какой-нибудь комментарий. Быстренько пройдемся по ингредиентам. В основе салата у нас будут яйцо, бекон, красный и зеленый лук, сельдерей, а также картофель. Все это мы будем заправлять очень интересной заправкой из майонеза, релиша, дижонской горчицы, яблочного уксуса, а также копченой паприки. Ну и напоследок, разумеется, приправляем с солью и перцем по вкусу. Дольше всего у нас будет вариться картошка, поэтому с нее и начнем. Чистим картофель. Затем разрезаем его на 8 равных частей. Повторяем операцию с оставшейся картошкой. Я знаю, что многие страверы по-прежнему готовят картошку в мундире. Я же не только ее очистил, но и нарезал на маленькие кубики, что позволит сократить время приготовления картошки вдвое. Я считаю, это успех. Процесс приготовления картошки крайне простой. Ставим кастрюлю на огонь, солим, затем доводим воду до кипения и ждем, пока наш картофель сварится. Следующим за картофелем идет бекон. Просто берем 4 ломтика бекона, кидаем на сковородку и тщательно обжариваем с обеих сторон до корочки. Ну и напоследок отвариваем яйца вкрутую. Перейдем к нарезке. Первым на очереди у нас идет бекон. Нарезаем лук на полукольца. Теперь сельдерей. Разрезаем его пополам, а затем шинкуем. Зеленый лук нарезаем по диагонали. Настало время яиц. Для начала чистим их. Яйца нарезаем на довольно большие кубики, крупнее, чем в оливье. Напоследок идет картошка. От себя хочу добавить. Не запаривайтесь насчет того, чтобы все ваши овощи были аккуратно нарезаны. Если ваши овощи будут отличаться друг от друга в размере, это лишь придаст лишней аутентичности вашему салату. С заготовками для салата мы закончили. Напоследок хочу сказать огромное спасибо своему другу Диме за вот такой вот отличный подгончик. Нарезать овощи стало гораздо быстрее. Перед тем, как мы с вами приготовим соус, разрешите мне рассказать вам небольшую историю происхождения картофельного салата. Картофельный салат происходит от немецкого блюда под названием картофельзалат. В оригинальном рецепте идет оливковое масло, а также салат подают в теплом виде. В 19 веке салат попадает в Америку, где в лучших американских традициях оливковое масло быстренько заменяют на мазик. А также салат начинают подавать уже именно в охлажденном виде. И правильно, кстати говоря, делают. Ну что же, переходим к заправке. За основу, разумеется, у нас идет мазик. Чтобы добавить изюминки, кладем дижонскую горчицу. Для кислотности я буду использовать яблочный уксус. Если по какой-то причине у вас дома его не нашлось, можете использовать любой другой уксус, который у вас есть. Следующим на очереди идет релиш. Если кто не знает, что это такое, это соус на основе горчицы и маринованных овощей и фруктов. Честно говоря, очень крутая штука. Я использую ее не только для своего салата, но и также, когда я готовлю бургеры. Копченая паприка. Тут не стесняемся, кладем столько, сколько душе угодно. Ну и по классике. Соль. И мистер перец. Перемешиваем. И вот эту вот красотищу переливаем в салат. Напоследок салат, естественно, нужно хорошенько перемешать. Салат накрываем пленкой и отставляем в холодильник минимум на полтора-два часа. Салат обязательно нужно подавать именно в охлажденном виде. Это позволит всем вашим ингредиентам раскрыться по максимуму. Вот что получается, когда мы достаем салат из холодильника. Что касается вариаций, для более диетической версии вы смело можете заменить майонез на сметану или йогурт. Для любителей кислого вы можете добавить маринованных огурцов или оливок. А для любителей зелени вы можете использовать не только зеленый лук, но и петрушку или укроп. Надеюсь, что вам зашел мой рецепт. Ну а я побежал наслаждаться оставшимися новогодними праздниками. Желаю вам всем прекрасного вечера. До новых встреч, ребят. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok